Тамара Захаркина 40 лет живет в Абазе, в частном доме. На ее улицу никогда не заезжает мусоровоз, поэтому Тамара на своей машине отходы вывозит сама. Точнее, вывозила. С недавнего времени правила поменялись, и чтобы выбросить мусор, нужно местным коммунальщикам предоставить кучу бумажек и заплатить деньги. Это нужно выбрать время у работающего человека, в рабочее время заехать в ЖКО, заплатить там, выписать квитанцию или привезти им свои документы. Как считает Тамара Захаркина, простой кассовый аппарат на свалке решит все проблемы. Ведь платить деньги за складирование никто не отказывается. Проблема нескольких людей очень скоро может стать общегородской. Ведь вместо бумажной волокиты куда проще прийти в бор, выкинуть мусором, присыпать ветками. Местная власть о проблеме людей знает, но помочь то ли не хочет, то ли не может. Как заявили в мэрии, нет рычагов воздействия на коммунальщиков. Да и городская свалка, откровенно говоря, полигоном бытовых отходов не является. Но я думаю, что в ближайшее время эта ситуация разведится. Потому что с 1 сентября у нас осуществляется строительство нового полигона ТБО. И в этом году выделены деньги. Новая свалка строится в горах, в паре километров от старой. Это сооружение уже можно будет смело называть полигоном. Топован роется по всем санитарным нормам и правилам, так заверяет подрядчик. Строители обещают, к зиме сюда уже можно будет выбрасывать мусор. Согласно нашего графика до 1 ноября, думаю, что все основные виды работ будут закончены. Отставание по графику не более недели у нас уже, наверстываем, стараемся. Но не успевали в связи с тем, что погодные условия тяжелые были. По расчетам администрации Абазы, одного котлована горожанам хватит на 5 лет. Затем коммунальщики его засыплют, а сверху посеют траву. Всего на полигоне будет 5 таких котлованов, то есть после запуска новой мусорки на 20 лет Абазинцы о проблеме вывоза мусора должны забыть. Александр Тимофеев, Дмитрий Судариков, Новости, 7-й телеканал.